Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, как проще всего сделать для новичков начать работать на фондовом рынке. Там все сводится к тому, что просто нажал на кнопочку, открыл брокерский счет, там я рассказываю о том, как его пополнить, пополняем, выбираем модельный портфель. И для модельного портфеля рекомендации тоже одна кнопочка, я прямо показал, где она находится, привести в соответствие и все. Но, во-первых, за модельный портфель приходится платить за рекомендации, то есть 3% годовых там берется примерно. Вот это первая проблема. Вторая проблема, очень многие люди на самом деле действительно хотят разобраться и делать портфель свой, самостоятельно. Их это интересует в последнее время все больше и больше. И поэтому вот сегодняшнее видео как раз для таких людей. Итак, вот у меня спрашивают. Как я уже говорил, табличка стратегии накоплений, если вы помните, там была следующая идея. Накапливаем сначала 50 тысяч рублей, ну 50 тысяч рублей я считаю, что есть практически у каждого. Вкладываем на брокерский счет 50 тысяч рублей и каждый месяц мы просто ставим себе задачу пополнять на какую-то сумму. Ну там было для модели принято по 5 тысяч рублей каждый месяц. То есть 60 тысяч рублей мы добавляем каждый год, ну ежемесячно по 5 тысяч рублей. И куда инвестировать, мне говорят люди. Говорят, ну вот я инвестировал, да, я положил. А что купить, какие акции? Давайте вот сейчас я попытаюсь встать на место вот этого человека, на место ваше и попытаться сделать какой-то вот инвестиционный портфель. Смотрите, ну вот, например, вы смотрите мой канал, вы смотрите каналы другие похожие. Есть Александр Князев, очень хороший канал у Александра Князева. Есть Сергей Елисеев, тоже молодец. Вот он какие-то вещи советует. Князев советует американский фондовый рынок в основном. Сергей Елисеев, наш товарищ. Вы видите эти каналы, вы смотрите и каждый рассматривает свои какие-то виды акций, свои какие-то портфели. И вы у меня на канале видите мой портфель, я его показываю. И давайте сделаем следующее. Давайте возьмем Excel и сделаем в Excel следующую табличку. Вот я взял табличку и внес сюда вот здесь 19 позиций, куда можно инвестировать. Мы можем инвестировать в евро, рубли, доллары и какие-то акции. Ну, например, вот я взял свой портфель Система, Аэрофлот, Алроса, Башнефть, Газпром, ГМК Норникель, Новотек, Обувь России, Полиметалл, Распадская, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Привилегированный этап, Нефть Запад, ВТБ, Сбербанк и Яндекс. Вот такие акции, которые мы просто видим, они на слуху. Можно сказать, вы можете продолжить этот список, но и так здесь достаточно позиций. То есть мы с вами можем купить вот такие акции. Теперь дальше. Ну, процент активов. Когда мы вносим деньги, вот у нас 50 тысяч рублей, все в рублях. Видите, да? 100% активов. И давайте смотрим. Минимальный лот. Ну, в открытии можно купить евро и доллар от одного доллара или одного евро. Я об этом рассказываю на своем курсе биржи для чайников. Как это сделать. У других брокеров это, ну, далеко не у всех можно. У кого-то, я видел, можно от 10 долларов. Вот. Ну, просто вносите тот лот, который есть у вашего брокера. Система. Минимальный лот 100 акций. Аэрофлот. Минимальный лот 10 акций. Алроса. Минимальный лот 10 акций. И так далее. Вот мы вносим. Ну, здесь банк ВТБ. Он такой необычный. У него минимальный лот 10 тысяч акций. Берем, значит, фиксируем цену. Сегодня 10 сентября. И на 10 сентября ставим, фиксируем цену. Евро стоит 72 рубля 24 копейки. Доллар 65,42,75. И дальше вот акции системы. Ну, вот мы какую-то цену здесь фиксируем. Понятно, что эта цена, она гуляет. Это очевидно достаточно, да? Вот. Ну, какую-то цену ставим вот на текущий момент. И все. Это на самом деле, может быть, даже не суть важно, потому что цены, ну, уйдут куда-то, они здорово уйдут. Теперь дальше берем, ставим вот здесь, смотрим вот сюда, вот на формулу. Минимальная позиция – это текущая цена за штуку и умножить на минимальный лот. Минимальная позиция, которую мы можем купить по этой позиции. Минимальная сумма, которую мы можем вложить. 72 рубля 24 копейки в евро, 65,43 в доллары. Минимальное количество акций, которые мы можем купить, так сказать, вложить в систему – 1230 рублей. В Аэрофлот – 1062 рубля на настоящий момент. В Валроса мы можем вложить 751 рубль 50 копеек. В Башнефть – 1000 почти 600 рублей. В Газпром – 2336 рублей. ГМК Норникель – 15962 рубля. 15970 фактически. Новотек – 1280. Ну и так далее. Мы смотрим теперь дальше. Я вас не призываю сразу брать. Я вас призываю сделать следующее. Вот мы, значит, внесли. Мы открыли брокерский счет. Может быть, даже не внесли, да? Вот. Но лучше внести. Вот они, денежки лежат. И давайте мы сделаем следующее. Мы сейчас откроем с вами биржевой терминал. И смотрим прямо по этому списочку. Вот у меня биржевой терминал. И здесь у меня, посмотрите, что происходит. У нас были акции. Смотрите. Система на первом месте стояла. Я просто выписал их отдельно на бумажку. Вот она у меня система. Смотрим. Так. Система. График. Дневной. Вот, смотрите. Она долго топталась, потом упала. Вот здесь было бы ее разумно купить, но мы ее не купили. Сейчас я не знаю, будет она, так сказать, расти или нет. А вот что у меня здесь? А здесь у меня, смотрите, вот она падала сюда и дальше пошла вверх. Что у меня вот это стоит? А это ловушка стоит. Тейк профит. Я поставил тейк профит. Если она вдруг сюда упадет, то, скорее всего, она поднимется после этого. То есть это будет самая лучшая цена, вот если она сюда упадет. Ну вот я поставил такую ловушечку, тейк профит, и все. У меня, значит, цена опустилась, а они купятся. Ну, в данном случае здесь вот 20 позиций. Можно одну поставить, ну, сколько хотите. Вот. То есть сейчас пока систему мы брать не будем, но поставили ловушечку. Так, теперь дальше. Аэрофлот. Что у нас с аэрофлотом? Смотрим. Аэрофлот. Так, стоит его брать или нет? Вот аэрофлот, ну, весьма и весьма, значит, мы ставим здесь какую-то галочку в своем списке, что, может быть, его и стоит купить. А давайте-ка мы на него поставим ловушечку тоже. По 104. Если он опустится до 104, то мы его купим. Давайте поставим ловушечку. Давайте. Вот, берем и ставим ловушечку такую. Оп. Поставим ловушечку. По 104. Вот. И, значит, количество лот 10. Значит, соответственно, мы купим одну. Вот она, ловушечка у нас. То есть, опустится, мы его купим и закрываем. Дальше, значит, следующее. Алроса. Смотрим на Алросу. Где у нас Алроса? Да вот же она. Вот Алроса. Вот Алросу я бы сейчас брать не стал, потому что есть вероятность того, что она опустится до 70. Давайте поставим ловушечку на 70. Вот так вот. Раз. И ставим ловушечку. На 70. Лот 10, 1 лот. И все. Мы поставили ловушечку. Почему мы здесь ее поставили? А, посмотрите. Видите, это ленты Бойлинджера. Вот. Ну, судя по всему, значит, оно сюда может подойти. А сейчас, посмотрите, вот здесь вот индикатор Williams-Pherson-Range, он, значит, пересек верхнюю линию и пошел вниз. Вот когда он вверх пойдет, но, скорее всего, стоит брать. Вот. Закрываем Алросу. Ой, это был что у нас? Алроса или ВТБ? Нет, это была Алроса. Следующее. Что у нас идет? Башнефть. Вот она, Башнефть. Будем мы ее сейчас брать? Да нет, конечно. Она, скорее всего, опустится, судя по всему. Правильно? Ну, опустится. Не будем мы ее брать вообще. Так. Газпром. Ну, смотрим, что наш гигант. А гигант наш, в общем... Я не уверен, что его стоит сейчас брать. Не будем мы его брать. ГМК Норникель. А ГМК Норникель. Это такая компания, которая стоит аж 16 тысяч рублей. Вот она какая. Посмотрите, как он растет хорошо. Ну, черт его знает. Ну, 16 тысяч рублей. Извините, когда у нас 50 тысяч. Черт его знает. Да и он падает вот сейчас. Да? А может, он и дальше пойдет падать. А кто его знает? Да? Вот. Ну, а... Да, вот. Почему бы ему не упасть еще ниже? Ну, и 16 тысяч. Не будем мы его брать пока. Дороговат он для нас. Вот. Но, Ватек. Смотрим. Самое вкусное, самое дорогое, да? Смотрим на Ватек. Обаньки! А на Ватек, смотрите, какая была шпилька вниз. И вот здесь вот было. И здесь. А давайте-ка мы поставим сюда вот ловушечку. А почему бы нам его не купить? А? Почему бы нам его не купить? Ну, у меня ловушечка уже стоит. Вот оно. И так далее. И посмотрите, что получается. Ну, Ватек. Обувь России. Ну, это из совсем таких акций. Не самых популярных сильно. Вот. Полиметалл. Давайте посмотрим на полиметалл. То есть вот мы берем вот такой вот у себя. Составляем график. Мы смотрим, мы пока ничего не покупаем. И ставим ловушечки. А он потихонечку формируется. И сейчас мы перейдем назад в нашу табличку. Вот она, наша табличка. И смотрим 50 тысяч. Вот. Ну, давайте мы сделаем так, что, ну, где-то в течение года мы будем формировать свой портфель. А куда нам торопиться? У нас 15 лет впереди. А то и больше для инвестирования. Поэтому, значит, через год у нас будет уже 110 тысяч рублей. И поэтому приблизительно будем распределять наш портфель равными долями. По каким-то принципам. По каким принципам? Скажем, нефтяные компании, нефтеперерабатывающие компании. Компании по добыче сжиженного газа. По, так сказать, что там? Новотык, короче говоря. Вот. Компании, которые драгметаллы доставляют там. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Банковский сектор. То есть вот мы по этому принципу будем формировать потихонечку, в течение года, не торопясь, спокойно наш портфель. И если мы будем вот этим заниматься так регулярно, хотя бы там раз, раза два в неделю просматривать вот эти вот акции. Мы посмотрели, мы расставили ловушечки. И постепенно вы увидите, что ваш портфель будет формироваться. И вы вносите 5 тысяч, а они у вас уже, как бы вы уже знаете, что на них можно купить и по какой цене вы уже в курсах. Вот. А что вы хотите приобрести? Какие акции, скорее всего, будут выгодны? А для того, чтобы спокойно оперировать вот с этими графиками, как ставить вот эти вот стоп-заявки, ловушечки всякие, тейк-профит и стоп-лимит, и что это значит? Я понимаю, что для вас это сейчас темный лес, но всего за один месяц, там полтора месяца, курс биржа для чайников. Обо всем этом я подробнейшим образом расскажу вам. И уже через полтора месяца вы будете обо всем этом знать, вы будете понимать, о чем это я говорю. Дело в том, что в ближайшее время курс биржа для чайников, живой очередной поток я собираюсь провести. И уже точно могу сказать, 16 сентября он начнется, 16 сентября это понедельник, занятия будут проходить понедельник, среда, суббота, обычно так проходят, ну и скорее всего так и будет. Я уже привык к такому ритму. По два часа каждое занятие, еще раз понедельник, среда, суббота, по два часа каждое занятие в 17 часов занятия проходят в онлайне. Это очень неудобное время для тех, кто живет в московском регионе. В регионе московского времени. Поэтому я сделал еще вариант заочный. Это когда после того, как занятие прошло, я скидываю людям запись предыдущего занятия. И все это будет доступно неограниченное время для тех, кто участвует в курсе. И можно пересматривать. Я там сделал так, что можно там, ну как бы практически как содержание, только это уроки не книга, которую читать, а видео в виде плейлиста. Вот. То есть там все это сконфигурировано. Это уже я провожу в седьмой раз, поэтому все-все хорошо. Вот. Сейчас я хочу сказать, что, ну, набор на курс уже был, прошел. И почему я говорю, он точно состоится? Потому что, ну, я набрал необходимое количество людей. Вот. Я скажу вам честно. Подавляющее большинство выбирают заочный вариант. Ну, наверное, потому что это не очень удобно. И что это значит? Это значит, что на вот этих живых занятиях, на очных, будет, скорее всего, очень мало людей. Ну, пока набрано там 8-9 человек. Но обычно, обычно бывает так, что практически, ну, сначала все начинают, потом меньше, меньше, меньше. И в конце там останется совсем мало. То есть что я хочу сказать? Что занятия будут практически индивидуальные. Мы, когда занимаемся в вебинарной комнате, вот в этой, там так построено, что мы визуально видим друг друга, участники. То есть вы видите меня, я вижу вас. По ходу прямо занятия вы можете прямо вот голосом спросить что-то, как в обычном классе. Вот. Вы можете спросить что-то, что вам непонятно. Я вам тут же отвечу. Или что-то, так сказать, замечание какое-то. Может быть, я что-то забыл уточнить. Пожалуйста. Это вообще, ну, великолепно. Просто когда, вы знаете, самый лучший вариант, когда 3-4 человека на занятиях присутствуют. Когда человек 10-12, это нормально. Когда 20, уже, честно говоря, тяжеловато. Когда 50, это, ну, совсем тяжело для меня, потому что там уже начинаются какие-то другие игрища. Там, так сказать, одному это, непонятно другому это. И я вынужден буду ориентироваться на какой-то средний вариант. То есть кому-то, кто уже все понял, кому будет не так интересно, а тому, кто ничего не понял, я буду втолковывать до последнего. Ну, с некоторыми я остаюсь после занятий отдельно уже втолковываю. То есть если человек не понимает что-то, ну, я говорю, слушай, ну, давай я тебе после занятий останемся. И мы с тобой прямо вот после занятий, я прямо вот тебе конкретно еще раз. Потому что моя цель для того, чтобы все-все поняли. Да, это сейчас стоит, ну, 10 тысяч рублей. Вот, заочный вариант стоит 7500, но я вас уверяю, оно того стоит. Вы, я акцентирую обычно внимание на ошибках, которые совершают люди, которые на первых этапах новички совершают. То есть, ну, биржевой терминал – это вообще жесть. Там новичку разобраться очень сложно. Вы видели, вот, ну, вот, так сказать, это я, так легко, а так эту ловушку поставить, да как эти параметры все соблюсти, что они значат и так далее. Вот, что значит вот эти вот индикатор, там, William Spurs and Range, или там эти линии Бойлинджера, или другие-другие-другие, обо всем этом я буду рассказывать. Вот, поэтому, пожалуйста, записывайтесь. Как обычно, вон там, вон значочек И, биржа для чайников, либо в описании к данному видео будет ссылочка demetkovyur.com. Выбирайте новый курс, записывайтесь. И до встречи уже очень-очень скоро. Осталось меньше недели на раздумье. Оно-то вот стоит, друзья мои, я вас уверяю. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи на курсах. Пока.